Добрый день всем! Наконец-то открылся наш любимый зеленый театр. Это значит можно босыми ногами по песку, целый день в гамаке с лимонадом, а главное большой детский день. В эти выходные прошел первый в этом сезоне большой детский день. Мы с Агней постарались ничего не пропустить. Продавали на пакет-френдли-маркете свои поделки, участвовали в мастер-классах. И конечно же были зрителями нескольких представлений. Об одном из них, спектакле театра Марии Кругленко по произведениям Даниила Хармса, расскажет наш корреспондент. А это лучшие детские произведения Даниила Хармса на сцене Зеленого театра. Ритмичные, абсурдные и очень смешные. Они все такие разные, очень, не знаю, есть трогательные, есть, ну они практически все веселые, это очень классно. Вместе со взрослыми актерами Одесского альтернативного театра Марии Кругленко на сцене выступали ученики школы-интерната номер 93 для слепых детей. Режиссер Мария Кругленко дружит с этой школой уже давно. Я когда училась на сценарном факультете писала сценарию, у меня героиня была не зрячая, вот, я попала в эту прекрасную школу-интернат, так познакомилась, 8 лет назад, вот, а сейчас уже 22 года мы занимаемся актерским. Семилетняя Нелли мечтает быть радиоведущей, а пока занимается дыхательной гимнастикой, сценическим движением и развитием дикции в театральной студии. В цели стоит Боколюбов, против Боколюбова стоит порошка. Вот я тебя сейчас попью, я не попьешь, а ты так попью, а у меня не попьешь. Почти для всех детей актеров это первый выход на большую сцену, но точно не последний. Это выступление для меня просто было суперовое, это лучше всех, я в первый раз выступала вот на сцене, было, конечно, немного страшно, но я переборола свой страх и выступила. На публику показаться это отличная идея, для меня это такое ощущение, что это будто королевский бал. Премьера была немедленно отпразднована всеобщим ликованием, подарками и мороженым. Майя Птущук, Вадим Танкушин, 7 канал.